всем привет меня зовут катя и вы на моем канале вязание крючком в этом видео я хочу поделиться с вами как вязала вот такую сумочку для телефона она связана из полиэфирного шнура 2 миллиметра от лина по расходу здесь чуть меньше 100 метров крючок использовала номер 3 также мне потребуется ножницы и зажигалка для плавления кончиков я вязала свою сумку для того чтобы носить ее на шее здесь у меня ремешок 80 сантиметров если вы планируете носить на плече то набирайте больше воздушных петель чем у меня далее я все расскажу по количеству сумочка у меня связана для телефона размеры которого 7 на 15 если у вас лиф он больше то провязывайте больше либо воздушных петель для ширины либо больше рядов для высоты до глубины вашей сумки и я сейчас вам покажу как начать вязание провяжем вместе два ряда затем вы самостоятельно наберете нужную длину ваши детали для сумки и потом мы вместе сошьем деталь образуя форму сумки сделаем цепочку воздушных петель для основания ручки обвяжем ручку для большей плотности и сделаем обвязку верхнего края набираю 19 воздушных петель далее делаю 4 воздушные петли три из них это имитация столбика с накидом и она это воздушная петля уже в узоре которая и далее в пятую петлю от крючка формирую пышный столбик делаю накид завожу в пятую петлю от крючка достаю рабочую нить 1 и так проделываю еще два раза накид в петлю достаю рабочую нить 2 накид в петлю достаю рабочую нить 3 и так сейчас у меня на крючке 7 петель 6 я провязываю вместе за 1 и затем 2 петли сформировали первый элемент далее пропускаем 2 воздушные петли в третью вяжем столбик с накидом делаем воздушную петлю накид и в эту же петлю формируем пышный столбик 6 петель провязываем вместе и затем еще 2 закрываю столбик накид снова пропускаем две петли в третью вяжем столбик с накидом воздушная петля и пышный столбик в эту же петлю 6 петель закрываем за 1 и затем еще 2 закрывая пышный столбик и вот таким образом мы вяжем до конца ряда в конце у нас будет 1 столбик с накидом провяжите последний элемент и встретимся на завершении ряда так и подхожу концу ряда вот у меня остается 3 воздушные петли 2 я пропускаю и в третью провязываю последний столбик с накидом в первом ряду все завершили вязание первого ряда здесь у меня получилось шесть пышных столбиков переходим на вязание второго ряда делаем 4 воздушные петли 3 из них это имитация столбика с накидом и 1 это петля узора переворачиваем и здесь мы повторяем все точно также делаем накид и в пятую петлю от крючка до верхнюю горизонтальную предыдущего столбика мы формируем пышный столбик и накид и дальше мы также пропускаем две петли и в третью вершину предыдущего столбика с накидом провязываем столбик с накидом воздушная и сюда же пышный столбик все итак вяжем до конца ряда ряд мы также закончим с накидом и сюда же пышный столбик все итак вяжем до конца ряда ряд мы также закончим столбиком с накидом провяжите пожалуйста последний элемент и встретимся на завершении рядом и я закрываю последний пышный столбик и далее провязываем последний столбик с накидом пропускаем раз-два и в третью до воздушную петлю которая нас была в первом в начале первого ряда сюда провязываем столбик с накидом все завершили вязание второго ряда и далее пожалуйста самостоятельно провяжите на необходимую высоту все ряды последующую вяжутся одинаково мы ничего больше не добавляем не убавляем и я провязала всего 24 рядом по длине у меня получилось 35 сантиметров если вы будете менять количество рядов в детали останавливайтесь на четном количестве для того чтобы все ровно сложилось далее приступаем к сшиванию сшиваем на изнаночной стороне крючком столбиками без накида какая сторона будет лицевой изнаночной здесь не принципиально я размещаю деталь так чтобы рабочая петля у меня была слева складываю и далее через верхнюю часть точнее через нижнюю часть вот этого столбика я прохожу и захватываю эту рабочую петлю протягиваю через петлю закреплю эту петлю провяжу воздушную и далее мы будем сшивать проходя под пары этих крайних столбиков с накидом и в воздушных петель вот под эту пару потом под эту пару и вот так попарно будем сшивать проходим в первую и провязываем сюда 2 столбика без накида 2 пара тоже два столбика без накида так третья пара два столбика без накида и вот так вот далее до конца под каждую пару по два столбика без накида и подхожу концу остается последним паром здесь я еще пройду в какую-нибудь ближайшую петлю захвачу рабочую нить и протянуть через петлю на крючке сделал такую соединительную и далее обрезаю ниточку оставляю подлиннее полностью вытягиваю из петли и уведу между столбиков в любом направлении фиксируя нить и далее обрезаю оставляю небольшой хвостик и оплавляю его зажигалкой припаиваю к столбикам все первую сторону соединили вот так аккуратно это все выглядит на лицевой стороне и со второй стороны просто присоедините точно также вот эту ниточку от начала вязания я еще здесь распущу этот узелок чтобы убрать лишний объем затягиваем и можно пропустить немножко по столбикам потом она просто у нас зафиксируется между столбиками без накида когда мы будем сшивать две части все немножко увели и потом все остальное мы просто вяжем по ходу здесь мы также прикрепляем нить начиная с верхней части столбика первого и вот здесь 2 и вот эти вот столбики у нас пойдут первое на соединение потом 2 3 и так далее давайте с вами прикрепим здесь нить зафиксировали дальше под воздушные петли до проходим провязываем 2 столбика под следующую пару 2 столбика и так далее до конца то провяжите просто самостоятельно и вот эти два хвостика просто прокладываете на полотно и они будут постепенно ввязываться и выворачиваем на лицевую страну по размерам сумочка выходит 16 с половиной 10 с половиной и далее приступаем к вязанию ремешка изначально определите как вы хотите носить сумку ее можно носить либо на шее либо через плечо если на шее то ремешок покороче если через плечо то ремешок подлиннее знаю с боковой части и здесь прохожу вот шов и вот прям в серединку шва чтобы у меня четко по середине выходила ручка отсюда присоединяю нить весь хвостик оставлю подлиннее чтобы можно было потом хорошо его спрятать и далее формирую цепочку воздушных петель необходимой длины я провязала всего 150 воздушных петель в растянутом виде цепочка получилось примерно 102 сантиметра дальше ровно аккуратно все укладываю чтобы цепочку чтобы цепочка не перекручивалась косичку смотрит вверх и присоединяю к этой стороне рабочая нить у меня сзади петлю снимаю с крючка переворачиваю вот таким образом и прохожу точно так же над этим первым соединением четко по центру сзади подхватываю рабочую нить и вывожу через петлю все вот так вот присоединили так сейчас давайте закрепим вот эту вот петлю ниточку спрячем так и еще пропущен через эту петлю первую и уведу через основание этой петли и на изнаночной стороне спрячем так далее переходим на вязание ручки продолжаем ее вязать так вот мы прикрепились и далее поднимемся наверх к началу ручки соединительными столбиками будем проходить в каждую петлю я здесь выбрала для себя левую стенку петли и просто вот в каждую петельку провязываем по соединительному столбику для того чтобы ручка была более завершенная и прочная и вот такая плотная ручка получается у меня здесь по длине ручка вышла 80 сантиметров далее после того как провязали в последнее звено соединительный столбик переходим на обвязку верхнего края сумки и будем двигаться по кругу здесь находим самую первую верхнюю горизонтальную вот она проходим в неё и провязываем соединительный столбик дальше в следующую здесь у нас вот эта сторона где было начало до этой цепочки воздушных петель и здесь будем вот прям проходить под эти цепочки так чтобы косичка сверху было до 2 ниточки 1 ниточка перемычка внизу и вот так вот двигаемся под каждую петлю провязываем подходим к концу первой стороны и дальше провязываем соединительный столбик в начало цепочки ручки и дальше двигаемся по верхнем горизонтальном стенке сумки здесь тоже там где была воздушная петля у нас да вот это мы проходим так чтобы косичка была сверху и перемычка внизу так и подхожу к концу провязываю вот сюда в эту верхнюю горизонтальную и далее делаю имитацию петли обрезаем нить оставляя хвостик по длине полностью высвобождая из петли прохожу в первую петлю обвязки вот она дается до нас перешла на стенку и снизу вверх прохожу под неё захватываю рабочую нить вывожу на вниз и подтягиваю так чтобы звено было такого же размера как и все остальные звенья дальше с изнаночной стороны прохожу в петлю откуда выходит это рабочая нить при этом прохожу еще под верхнюю горизонтальную под которую я провязывала прохожу внутрь петли и увожу назад на изнанку еще раз подтягиваю все чтобы было ровно все и на изнаночной стороне фиксируем хвостик и на этом сумочка готова я сейчас помещу что телефон он немножко побольше чем мой но тоже хорошо и что помещается большое спасибо вам за просмотр надеюсь что вам было все понятно и интересно делитесь своими готовыми работами в моем телеграм-канале подписывайтесь на этот канал ставьте лайк оставляйте комментарии если видео вам понравилось и до новых видео пока пока